друзья привет это новый выпуск съедобный бизнес мы приехали на пальму посмотреть как же наши друзья из харькова жорж пионов и павел мороз строит ресторана аргентина гриль сам комплекс открылся в прошлом году в декабре в конце декабря но до сих пор ребята еще продолжают стройку сегодня мы хотим посмотреть на каком они уже этапе и узнать больше что их останавливает почему до сих пор они не достроились пойдем смотреть жорж приветствую как дела привет давно не видели сюжет ну да уже несколько месяцев даже полуга пара миссия ну чё рассказывай как как обстоят дела как что изменилось после нашей последней встречи уже я слышал открылся комплекс официально до было открытие до официально комплекс сделал такой при опынинг привезли энрике и глесси вас от выступал было как бы прикольно круто вот комплекс постепенно оживает вот ну как видишь открылась только наверное на нашей стороне раз два три там четыре проекта да вот из 20 вот поэтому сказать что комплекс открылся еще наверно рано вот поэтому все как и мы в принципе опаздывают нас подгоняют потому что сроки которые мы взяли на себя по контракту обязывает нас открываться быстрее по датам вот но и мы стараемся вот ну конечно прикольно за это время столько опыта нового получили бы есть чем поделиться так а в чем суть почему опаздываете с сдачи ну как бы очень все банально и просто многие говорят ну во всем виноваты строители в этот раз точно такая же отмазка строители всегда во всем виноваты вот на самом деле есть такое если ты знаешь дубай как бы нужно строиться когда нанимаешь генерального подрядчика генеральный подрядчик берет на себя все разрешения на работы на страховки оформляет на сотрудников нанимает всех субподрядчиков и общем делаю тебе объект ну условно под ключ вот ты участвуешь поскольку постольку ну и в общем то мы тоже так думали когда мы с тобой встречали что мы просто курировали смотрели как бы чтобы все было правильно сделано по проекту вот и в общем-то строился строился и на определенном этапе начались проблемы у нас то есть у нас расскажи какие проблемы перестали выходить строители я приезжал просто вот на сайт проверял постоянно смотрю как бы ну да была активность все работали а то перестали работать как бы начал спрашивать у строителей они говорят нам деньги не платят вот так вот интересно хотя я плачу все отлично все нормально по контракту полностью все свои вещи вот а им не платят ну в общем то начались не проблемы с этим генеральным констрактором вот и мы все-таки находимся в юридическом поле я не мог с ним ничего как бы сделать раньше чем у него не вышел срок контракта слава богу что у нас был хороший очень жесткий контракт подписанный например да и вот в ноябре месяце например да у нас вышел срок контракта который мы заранее подписывали то есть я правильно понимаю уже в ноябре они должны были вообще вода видать полностью 4 ноября должен был сдать полностью объект на комиссию от застройщика на хилла вот и он даже не явился на эту комиссию что ты понял вот то есть у нас начался юридический кейс то есть в юридическом поле суды как бы это вообще нормальная ситуация во всем мире а ты мне по телефону еще говорил что он вообще чуть ли не хотел сбежать с эмиратов но был такой момент скажем тогда то есть юридически это не подтверждено но он там типа вроде как пытался уехать на него наложили запрет на вы на вылет и собственно он не смог сделать вот поэтому первый совет который сегодня могу дать мне еще мой товарищ всегда говорил типа не спешите когда все подписываете смотрите документы нанимайте юристов которые застраховывают ваши юридические риски слава богу у нас был такой вариант вот и у нас было очень все оформлено мы пошли по дальше не стали тоже экономить пошли по юридической линии со всех сторон как бы его юридически обложили и прокуратура и гражданский иск в общем по полной программе свидетели вот собрали как бы все и от застройщика все документы вот и со всем этим списком документов скажем мы с ним как бы выходим как бы в суд но он уже готов идти на по пятну это так уже забегая вперед но собственно нам пришлось принять ответственное решение у нас был месяц до открытия по срокам мы должны были сдаваться 15 декабря сегодня уже вот 25 мы еще не сдались вот мы официально обратились потому что нас форс-мажор ушел сбежал как бы наш констрактор чтобы нам продлили срок на месяц нам продлили как бы срок и мы резко резко начали делать по-другому скажем тогда то есть тоже в юридическом поле наняли другую компанию но проблема в том что не все умеют строить рестораны то есть одно дело просто сделать ремонтом в офисе например да либо в магазине даже коммерческом предприятии другое дело ты понимаешь такой ресторан сложная технологическая система в которой нужно знать много нюансов и поэтому пришлось воспользоваться помощи помощи друга вот слава богу как бы у нас команде мой партнер занимается этими вопросами в украине в общем я позвонил паше говорю паша бери билет прилетай как бы надо разруливать ситуацию вот и он прилетел как бы вот мы буквально за неделю разрулили как бы ситуацию сейчас пошло же все в нормальное русло мы уже строимся я думаю что даже раньше чем тот срок запланированный мы уже достроимся вот смотрите яркий вам пример да передо мной стоит опытный ресторатор которого 20 лет даже наверное больше да за плечами открытия ресторанов но при этом он тоже сталкивается с такими сложностями поэтому вам совет номер один да не никогда не экономьте на составлении контрактов всегда нанимайте юриста никогда не делайте не берите шаблоны не делайте читайте как минимум хотя бы для начала как минимум читать и разбирайтесь во всех моментах и договаривайтесь со всеми подрядчиками на берегу перед началом соглашения потому что потом вы должны всегда быть готовы к самому худшему исходу но не то что худшие просто готовьте всегда несколько разных сценариев а вдруг пойдет не так как вы запланировали что вы будете предпринимать такую ситуацию как вам вот скорее всего так всегда и получается что всегда бывают дошло до всегда бывает что несколько вариантов работают параллельно и если вы готовы к разным вариантам как как в том числе к такому как самый худший то это лучше чем потом вообще не быть готовыми к чему до второй момент это всегда нанимайте подрядчиков которые имели опыт в профильном строительстве да то есть если мы говорим о ресторане то могут быть классные подрядчики ремонтники которые делали дворцы не знаю виллы строили даже очень сложно делали работу да но они могут ничего не понимать в открытии ресторанов стройки ресторана поэтому очень важно брать профильных ребят если у вас нет таких обращайтесь друзьям сообществу либо консалтингу чтобы они вам помогли в этом направлении найти по крайней мере таких людей ну да есть просто многие компании которые на этом специализируются они открывают под ключ вот это лучше чем просто действительно нанять товарища хорошего который может построить нет вы можете нанять этого товарища как мы в принципе и сделали то есть ребята которые адекватно как бы все слышат и делают так как им говорят но нужно чтобы был тот кто говорит и вот поэтому без паши я бы не обошелся здесь потому что нужно такие вот нюансы были все объяснять конкретно ребята руками могут сделать все но они не знают как они сталкивались никогда с такими вопросами что касается ресторана как здесь делать как здесь делать этих вопросов в день на стройке не знаю с десяток наверно да ну что давай тогда познакомимся с пашей и посмотрим надо его найти найти его где-то он где-то ходит идем искать паш ну что ждем паш тогда а вон он уже идет кстати о ну что ты строитель боб строитель андрей павел павел мой друг компаньон отлично уже портняется в сборе вся команда в сборе значит скоро мы увидим уже наконец-то открытие этого чудного заведения будем надеяться да паш ну пойдем покажем что происходит внутри сразу так это получается у нас как бы задняя часть входа вот ну да то есть мы изначально как бы планировали что дверь будет другом этом и но и здесь двери вообще не должно было быть вот но так как не разрешили тут нужно было разворачивать они думали что будет гости ходить с двух сторон короче нам процессе всего пришлось ну опять все переделать поэтому оставили это проходную они думают что отсюда будет ходить люди да я пригласил бригаду ребят хорошие белоруссии вот и они помогают нам быстро строить потому что как правило вроде бы ты знаешь английский язык более-менее да но как показала практика настройки это технический ты просто простые вещи которые эти там вроде бы ты выходишь всюду разговариваешь а тут на стройке ты стал и не понимаешь что делать вот эти нюансы они тоже начинают еще пользоваться этим и делают вид много раз что они якобы не понимают это поэтому пришлось вызвать основную бригаду как бы свою это будет кухня кухня открытая вот это достопримечательность зонт такой всего две или три компании в мире делать но в брендированное делает зонты другину просто сделать кастомает обычный зонт невозможно потому что ты не получишь на него разрешения и такой зонт ну стоит я вам скажу достаточно сколько стоит не буду ну примерно я так понимаю что по моему порядка там 30 35 тысяч долларов неплохо для одного зонта обходится такой зонт то есть как бы и и вроде бы как ну тут ничего нет военного да но вот обязательно ты должен сделать в определенных тебе дают там три компании мировых те которые у них получили оправу и только у них ты можешь заказать ну мы заказали одну из известных британия фирм это одна из топовых как бы моделей а по защищу от дорого потому что за счет мощности до своей он должен быть мощным чтобы я думаю это знаете это примерно как взять есть компании на рынке в брендовый до которые полу как там lg там и sony да из-за чего там sony дорого бренд бренд да есть бренд есть раскрученность они доверия бренда и лэнк ворд основной говорит о том что вот я вам даю вы можете заказать либо в этой компании либо в этой компании другого мы ничего не принимаем понятно то есть есть свои нюансы если арендодатель говорит вам что вы можете работать только вот с этим перечнем людей потому что они проверенные и с ними уже подписанное соглашение то у вас нет выбора вы только должны выбирать из тех что вам предложили вот как в принципе здесь но я думаю что это к лучшему у вас по крайней мере я здесь точно понимаю что завтра если так как мы там пытаемся делать тут у нас аргентина гриль да это открытый огонь и зачастую у нас там в украине были случаи когда там у знакомых загорались рестораны из-за неправильной фильтрации да там стояли водные фильтры тут не ставится такого тут уже идет специальные юниты которые ну даже если ну вдруг что-то случается по крайней мере за это есть уже люди ответственные те которые это устанавливали они несут и штрафы и возмещение остальное все выяснили хорошо идем дальше да это будет основной вход отсюда получается вот как раз сегодня ночью установили уже раздвижную витражную гармошку тоже достаточно такая штука не дешевая вот и тоже нужно заказывать было только у одного сапплаера только был всех одинаково одинаковый на поинте да не очень 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 к этому серьезно относятся чтобы всех был то есть каждый материал каждый гвоздь каждый да да это раз плюс чтобы вы не делали здесь вообще вы все как и каждый материал из того чего вы делаете вы должны пойти главному ланглорду и поставить опробу то есть вы хотите пошить подушку вы должны взять кусочек материала утвердить только потом шить вы хотите сделать из какой-то плитки мы носили пять видов плитки и нам из 5 видок еле утвердили одну непонятно почему из чего не там это тонкая это еще какая-то ну то есть достаточно все сложно на пол она здесь пол у нас будет сделанного дизайнеры придумали горячекатанный металл мы практически вообще не могли его утвердить и проблема в том что они заставили нас сделать специальную подушку подъем видно на пол такими квадратами специальными вот и такая штука обошлась просто сразу пол вырос цене в три раза просто из-за того что не было да что не было заложено в бюджет как бы вообще добавить один момент вот смотрите то есть что я для себя выношу здесь в первую очередь работа дизайнера не заканчивается когда утверждается дизайн проект компаньонами партнерами она продолжается потому что есть еще арендодатель который может что-то не утвердить и стройматериалов и вам придется это да и очень туда очень тяжело работать на расстоянии когда допустим там ну так как у нас да мы заказывали свой дизайн проект в украине известной компании да и очень тяжело постоянно поддерживать связь они не видят это мы здесь на месте приходится иной раз принимать сами здесь решение это благо что если у вас есть хороший опыт да да и строительный немного вкуса ресторанного дизайна и всего остального 20 лет опыта да вы совершенно верно вы можете до принимать решение потому что иной раз просто но то что придумали невозможно либо найти здесь либо это здесь сделать это надо заменить это но это поверьте это очень сложно практически лучше искать как бы дизайнерскую компанию здесь как я думаю ну спасибо за такой классный совет смотри мы были здесь с джорджем где-то два месяца назад что с того момента поменялось мы видим что уже ребята начали обшивать да но тут смысл какой сейчас самое главное сделали все уже технические вещи да это сделано до вентиляция сделано вся электрика сделано вся сантехника вот и у нас абсолютно все заказано сейчас уже все приходят все что было заказано ну сделанные изделия они сейчас уже будет приходить и принципе сейчас это быстро пойдет только проценту процесс сборки то есть уже как бы там сейчас нашивается бар у меня три часа митинг будет по барной ну по самому бару там какая столешница как ее правильно устанавливать хотя она уже готова ее там и поэтому это все сейчас очень быстро буквально даже за эту неделю он преобразится уже практически в готовый ресторан отлично но мы однозначно про инспектируем его еще буквально перед самым открытием до как ты думаешь вот с этой точки сколько еще времени нужно до тестового открытия то есть вопрос какой да сейчас уж получается праздники вот и чуть-чуть немножко как бы выпадает время так если допустим у не было праздников и работать в обычном режиме находясь здесь но я думаю что я недели там за три я закончу ресторан вот только буквально познакомился хочу немножко узнать тебе расскажи как ты вообще попал в ресторанный бизнес почему решил именно заниматься этим направлением ну это вообще такая веселая история мне было примерно так наверно лет двадцать до двадцать лет как раз ровно двадцать лет мне было и у меня был товарищ который но работал барменом и в один там прыгнул прекрасный мне я посмотрел фильм коктейль с том крузом очень крутой фильм и ну я загорелся тогда стать барменом чтоб в конце открыть там свой ресторан то есть у меня в принципе сложилось наверно даже так все по жизни как но в фильме у том круза да я ничего не знал я пришел случайно попал в один из ночных клубов и увидел своего товарища я у прикольная время слышишь а можно ну как-то там устроиться барменом хотя до этого я посмотрел там как брат ну фильме бросает бутылки еще нигде не работал и пытался там дома что-то да тренироваться поразбивал там пару плафонов люстр мама там давала нагоняют типа сам будешь покупать ну куплю новую не страшно ну и то есть на тот момент я там чуть-чуть пытался хотя я не знал ни коктейля ничего вот и я пришел я хочу бармен он подошел к там ну грубо говоря к управляющим говорит типа у меня есть бармен хороший и мы с ним вместе работали еще тогда в ялте был такой белый лев ресторан но на чем мы с ним вместе работали в белом льве хотя я еще тогда вообще никогда не работал и меня сразу взяли на работу я выхожу первый раз за стойку не знаю ничего 8 метров длинная стойкость стоит рядом бармен я думаю что он классный бармен он думает что я получилось и он первый раз и я первый раз он он там через своего брата устроился ну я так вот мы начинаем работать то есть как бы я как сейчас помню ко мне подходит девушка можно отвертку я начинаю лазить под баром я девушка я прошу прощения у нас нет отвертки вам маленький ножичек не подойдет двадцать два года назад это на посчитать ну да вот это у нее истерика просто бармен который даже не знает название отвертки и вот так вот началась моя карьера буквально там через три года я уже как когда был чемпионом украины по спидмиксингу вот ну и как бы это много участвовать соревнованиях как бы там и занимал и в киеве четвертые места по украине по флэрин достаточно быстрая такая карьера как бы потом мы работали но я отработал два года в простом клубе уехал в крым и когда вернулся попал в очень крутой клуб 21 и и там как раз мы познакомились с моим партнером георгием который начинал который там стоял крутил музыку он был диджей она рассказала там мы познакомились как бы вообще сдружились ну и принципе вот уже 22 года вместе огонь классно вот вот так вот как бы я попал в этот бизнес в этот бизнес скажи пожалуйста я часто вот вижу фотографию тебя в инстаграме в фейсбуке ты в поварском кителе в поварской форме то есть ты сейчас углубился в кухне в том числе или это просто пиара своего рода я объяснил то есть но принцип того что вы так как бармен принципе у него развиты хорошо вкусовые до делая коктейли хотя я родную я когда работал именно барменом я не пил вообще то есть я отработал в карьеру бармена и только когда там уже стал управляющим я первый раз попробовал спиртное то есть отработал карьеру бармена я даже не пил спиртного я просто его в одну нас воспринимал на запах и знающего зная как разну зная как делается этот напиток там например этом джин с можжевел ягод там или там это я понимал это и вот я примерно понимал вкусы ну и здесь и единственное что я как бы ну когда делал но смешивал коктейли я пробовал ну просто через трубочку на язык то есть я даже ну в чистом виде ни одно спиртное не знал вот то есть я пробовал хороший вкус или плохой таким образом наверно наработались какие-то вкусы ну и плюс экспертиза моя вообще началась там по кухне у меня как был сестры муж и он был ну свое время он там был шеф-поваром в грузии вот и вот потихонечку он меня как было так вот научил очень классно готовить мясо и все остальное у меня одну я в детстве году очень долго дружил с ребятами там азербайджанцами армянами вот сбоку и вот все что касалось там мясо меня очень классно научили делать там шашлы и от этого как бы экспертиза по мясу мне нравился огонь мясо и она меня как бы это я начал потом уже когда мы открыли первый ресторан там начали от ну даже когда я был еще управляющим да я вел кухню нанимал поваров сам сам оценивал вкус и и так вот потихоньку как бы моя экспертиза росла потом я начал сам ездить мне стало интересно я начал сам не ну и учиться и едва себя ездил там и в испании учиться ездил непосредственно на фоспер мы в украину будем там привезли одни из первых вообще хоспер тогда еще никто это мне экспертиза как раз по мясу по огню очень достаточно высокая то есть и на сегодняшний день ты можешь сказать что ты у тебя есть специализация повара да ну я понятно я не могу стать в обойму работать с ребятами как бы на протону на процессе так чтобы именно стоять там каждый день стружить потому что наверное ну я парень такой взрывной вот но зайти по крайней мере да но я зайти пока по крайней мере помочь в запару на два часа стать на хоспер и помочь откидать запару это для меня вообще не проблема стоять просто резну там я не могу там очень быстро там нарезать как бы там зелень лук да технически я умею правильно я умею достаточно быстро но не так чтобы там откидывать это но по мясу я становлюсь спокойно на хоспер поэтому да я вот честно поражен приятно удивлен это круто когда собственник бизнеса за пару может закатать рукава пойти стать на кухню и помочь готовить во время отдавать вкуснейшие стейки для своих гостей огромный респект это не раз было даже там и в киеве когда особенно когда открывается новый ресторан мы там как раз когда после харькова открывали в киеве аргентину первую в киеве вот естественно там до приехали ребята из харькова не там помогу на старте на запуске помогали все но что такое помогали они там постояли три недели по это и уехали и естественно бывают такие случаи когда раз и полный ресторан и ребята там не видели полный ресторан Они начинают теряться, начинается это. И в таких ситуациях, конечно, я с удовольствием встану с ними за стойку. Я встану на тот процесс, который я знаю, что я помогу быстро. Понятно, я не встану там на салаты. Я могу объяснить, рассказать и показать, как нужно правильно готовить салат от и до. Но стоять его там быстро, отпускать я не могу. Поэтому, как и есть, говорю. Это классная лидерская черта, когда ты не просто в теории рассказываешь, ребята, делайте то, 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 третье, десятое. Когда ты своим примером показываешь, как это можно сделать правильно и поддержать друг друга. Я думаю, что любой ресторатор должен разбираться во всем. Потому что, что такое ресторан? Ресторан – это много процессов. И каждый процесс ты должен понимать изнутри. Начиная от бара, кухни, сервиса, охраны и все что угодно. Мы, когда открывали первый клуб, я в молодости успевал и помогать охране. Поэтому в жизни все было. Как делают это здесь, да, там те же строители. Они, ну если ты не разбираешься в стройке, ну я, это был первый ресторан, который я сказал, «О, Жора, хорошо, наняли констрактора, все, я сейчас приеду и первый ресторан, который мне не надо там вникать, строить. У нас крутая дизайнерская команда, у нас модный констрактор, с которым подписаны штрафные там санкции и все остальное. Сейчас построят, я приеду и на открытие тут кайфану. Мне вызвали, как, знаешь, здесь вызывает кризис менеджера, да, это кризис прораб получился. Вот, ну так тоже бывает. Ну это опыт классный, теперь будешь знать. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, ну достаточно серьезный опыт и то, что, допустим, в Украине ты просто там на звонке позвонил, говоришь там, «Ребят, надо сварить стол, смотри, должен быть там швеллер такой-то, такой-то, высота нужна такая-то, дерево давай то-то, то, цветы». Он меня по телефону понимает, он мне сделал, принес, он уже сделает, потому что ты сработанный. Здесь ты даешь чертеж, нарисованный дизайнером и инженером. От и до, он все хорошо, он на него смотрит и начинается у человека 355 вопросов. Я буквально ездил там тумбочку, ну, стейшн на улице заказывал. Я ж, ну, или четыре с половиной, ну, короче, что-то вот четырех с половиной до пяти часов я просадел по этой тумбочке, пытались друг другу объяснить, как нужно сделать. Поверьте, это, ну, это очень сложно, с ними работать очень сложно, ну, мы быстрые в Украине, они, все на завтра, поэтому. Вы с Джорджем партнеры уже 22 года, расскажи, пожалуйста. Нет, мы 22 года знакомы, а партнеры уже, наверное, лет, господи, я такие несколько, наверное, лет 15-17. 15-15, хорошо. Ну, да, в этом эквиваленте. Суть вопроса в том, что, как вы делите зоной ответственности, то есть, у меня есть суждение, что партнеры должны дополнять друг друга, да, то есть, у кого-то есть какие-то сильные стороны, у кого-то другие. Соответственно, надо находить вот этот, совмещать этот пазл, да, и дополнять друг друга. Ну, еще раз повторюсь, Жора, как хороший менеджер и управленец, он занимается непосредственно всем, что касается управления персоналом, ну, и всеми менеджерскими, всеми операционными вопросами, тем, чем должен заниматься Сера. У меня, да, у меня хорошая экспертиза непосредственно по кухне, хорошая экспертиза у меня по строительным вещам, вот, поэтому все эти вещи, как бы, ну, естественно, мы все делаем вместе, да, мы там и советуемся друг с другом, и все. Ну, он спокойно доверяет, он знает, что он меня вызовет, закинет, как говорится, десантуру в любую страну, он построится там по-любому. Это было так и в Крыму, и где мы только там, и в Киеве. Ну, отлично, все-таки есть определенное разделение, да? Естественно, конечно, у каждого есть свои там скиллы, которые наработаны, умения, да, больше, чем кто-либо. Нет людей одинаково. Вот, поэтому, так как Жора, допустим, там свой, ну, Жора очень прекрасно мне помогает по стройке, потому что, ну, я там не люблю все записывать. Я такой, как бы, ну, я держу все в голове, но, знаешь, как бы, хороший менеджер, он все пишет. Поэтому он все ведет, все пишет, он мне каждое утро, давай пройдемся по вопросам, напомни, что ты не сделал, то-то-то-то-то. Таким образом он помогает даже мне это все, как бы, консолидировать в одно, да, как бы, направление. Поэтому, вот, все технические вещи я езжу, помогаю, делаю, ну, сам, как бы, это, я его стараюсь не трогать, потому что у него тоже, там, ключа задача всей компании. Понял, понял. Давай поговорим об инвестициях. Вы строите рестораны за свои деньги или привлекаете капитал? Ну, на данный момент мы, как бы, строим рестораны практически все строим за свои, вот, ну, и единственное, что, конечно, здесь, в Дубаях, инвестиции, ну, гораздо большой, ну, большие капиталовложения, вот. И мы сюда с Георгием взяли с собой просто двух партнеров. Которые являются просто номинальными партнерами, инвесторами, да, которые владеют деньги? Ну, они, то есть, мы вкладывали вместе с ними деньги, мы вкладывали часть, как бы, из своих денег, и они свои вкладывали. Просто, ну, те моменты, которые мы хотим делать достаточно серьезно, как бы, там, ну, развивать достаточно серьезный бизнес и накрывать, как бы, рынок, ну, плотно, потому что в голове, там, задача стоит достаточно амбициозная, вот, открытие, ну, большой компании, вот, на этом, как бы, пространстве. Вот, поэтому, ну, самим финансово будет тяжело. Мы привлекли сюда еще двух партнеров. Объясню, к чему был вопрос. Исходя из твоего опыта, подскажи молодым рестораторам, молодым предпринимателям, которые хотят, например, открыть свое кафе либо ресторан. Первый, пускай, да. Как правильно привлекать инвестиции? Где вообще искать инвестора? Инвестора нужно искать там, где есть деньги. Скажу так, потому что, ну, понятие инвестор, это очень, как бы, обширное понятие, потому что на сегодняшний день, там, когда ты приходишь к людям, ну, что такое инвестора, да? Инвестор – это человек, который, там, будем говорить, вкладывает достаточно серьезные деньги, и он смотрит на этот бизнес, как на инвестиционный. Почему-то у нас в Украине все инвестора, это из разряда того, что так, давай, там, дам на ресторан, я буду ходить, рассказывать, какая вилка, какая ложка. В конце концов, все это проходит, ну, в распад. Да, потому что, ну, что такое хороший инвестор? Он никогда не смотрит на бизнес. Как правило, хорошие инвестора, они просто, да, то есть, они смотрят… Отчеты, цифры, да? Нет, ну, отчеты, цифры ты предоставляешь, естественно, но зачастую ты смотришь на команду людей, которая четко может довести до конца дела, да, которая не потеряет деньги. Ну, как правило, нормальный инвестор, мне кажется, смотрит больше на это, потому что, ну, ты знаешь, что, ну, можно, что такое инвестиции? Можно не угадать, может быть, куча разных факторов, там, при колоссальном опыте своем, можно как-то не попасть, да, там, будем говорить, в место. Ну, там, ну, там, тем более здесь, в Дубае, нюансов миллион, там, когда начинают, ну, влазить, подписывать договора, потом, оказывается, извините, там, половина нельзя сделать, то, что у тебя было в голове, а у тебя рушится пол идеи. Как ты, ну, как ты будешь нам объяснять это инвесторам и все остальное? Поэтому, ну, понятие инвестор для меня сложно. Ну, как бы, мое мнение, да, и мы всю жизнь, как бы, шли того, что я всегда пытался, давай, типа, не брать ни у кого деньги, развиваться самим, и все, вот это, ну, и так будет проще. Но я понимаю о том, что для того, чтобы, ну, это очень долгий рост. Да, ну, я... Если ты хочешь создать серьезную, большую компанию, это только серьезные инвестиции, это, ну, здесь, как бы, ну, нужно привлекать их, вот. И весь мир работает на привлеченных серьезных инвестициях, начиная от государства, заканчивая бизнесом. Скажи несколько важных нюансов, как убедить инвестора, что убеждает инвестора во вложении, то есть, чтобы он вложил в тебя деньги, в твой проект? Ну, опять же, как правило, цифра это хорошо, но больше, наверное, имя, да, вот, имя только, на которое мы работали. Потому что за все время, открывая все наши проекты, у нас не было проектов, которые не работали. Наши все проекты были прибыльные, все хорошо работали, и поэтому сложившееся определенное время на рынке помогает, ну, взять достаточно, если нужно, хорошие инвестиции. Молодому ресторатору, я даже не знаю, какой это совет, мы начинали, мы пришли в ресторанный бизнес со 100 долларами на двоих кармане. То есть, это было, ну, мы там в свое время пришли просто там поставить кальяны в один из клубов, после того, как нашу, ну, я был управляющим, а Георгий был арт-директором в одном из летних клубов. Мы пришли ставить кальяны, и так случилось, что у меня девушка знала и предложила мне быть управляющим. Я говорю, мне не интересно, если хотите, я могу взять в аренду. Я говорю, это что, как мы сейчас в аренду, как мы будем решать с милицией, там, с налоговой, это ж куча. Я говорю, не переживай, я все разберусь. А у меня до этого, я, ну, был опыт уже брать в аренду ресторан везде, вот. Он говорит, а если мы там не вытянем, и как мы будем отдавать? Я говорю, я не знаю как. Короче, как ты вот разберешься? Рискнуть, правильно, нужен риск. Нужен риск, да. Ну, вот, ресторатор – это риск. Мы всегда рискуем, и все, кстати, понимают. Можно вот быть, ну, супер, всеми пядей во лбу, но могут рестораны получаться прекрасные, хорошие, но почему там нет людей, фактором может быть милевым. Поэтому только риски, и вот, ну, я как-то уговорил, что я вот такой хороший, могу взять этот ресторан. Ну, да, ну, наверное, то есть это прежде всего сам человек, да, в него должны поверить. Да, я думаю, что быстрее, вот, как ты умеешь убеждать, то, чем они учат на школе. Ну, вот, хочу подметить отличный лайфхак, да, ребята, а что можно было тогда? Просто взять в аренду ресторан, то есть я уверен, сейчас очень много вариантов, и на сегодняшний день в том числе, где можно найти и взять, либо уже готовое помещение, в управление, управление за процент, либо в аренду, и начать бизнес вообще с нуля, без каких-то глобальных инвестиций. Наверное, самое главное, ну, я же всегда говорю, когда все твои деньги вложены вот сюда, то это самое ценное, да. Когда ты приходишь с хорошей идеей, с хорошим, там, в конце концов, ты берешь любой убитый ресторан, там, можешь убедить собственника, давайте его, там, нет, ну, мы, когда начинали, мы взяли как есть, и ничего, у нас не было денег, перестроить его это. Мы просто сделали там классный сервис, классную атмосферу, все, начали раскручивать, потому что мы это умели. И работали в этом рынке, и к нам потихоньку начали идти люди, и к нам пошли люди, там, то, все, мы заработали первый день, я сел, посчитал, аж не понял, я все, давай срочно перестраивать. Мы не побежали покупать автомобили и там, и все остальное, мы сразу эти деньги первые заработанные вложили в ремонт, причем ремонт делали, ну, сами, оттуда и начался колоссальный опыт. Реально делали сами ремонт, сами шпаклевали, красили, я только тогда на тот момент не умел крутить, и гепсокартон вызвал двух ребят, но я умел, но я бы не сделал это за ночь. Пришли два парня, сделали за ночь полностью весь гепсокартон, и мы, все, мы через неделю, там, или через две, открыли уже в обновленном виде клуб, и у нас начался, через два года, мы уже заработали денег для того, чтобы купить свой второй клуб. Причем, может, мы давали часть свою, тогда давали хорошо кредит, ну, это тот момент был, вот, и мы попросили, ну, в банке кредит, я, честно говоря, не понимаю, как нам дали, не имея, как бы, там, ничего за душой, но мы написали такое, Жора расписал так, это все красиво, ну, что такое, да, у меня... Ну, тоже это свое рода инвестиция, вам дали кредит... Да, да, дали нам кредит, и мы, ну, взяли второй, и так вот, как бы, пошло и поехало потихоньку, потихоньку. На сегодняшний день, как бы, мы стараемся все делать, как бы, за свои инвестиции, там, ну, понятно, что, если нам не хватает, мы можем привлекать со стороны, я, там, зачастую беру, там, у друзей, там, под какие-то, там, проценты, там, на год, на два, там, к примеру, вот, но я, как бы, больше, до этого момента пытался привлекать просто заемных денег, то есть вот такая была инвестиция. Вот, сейчас здесь, конечно, мы чуть по-другому решили играть, достаточно по-взрослому, как говорится, вот, и здесь уже под инвестиционный фонд привлекались, как бы, и плюс, как бы, еще и свои. Паш, спасибо, очень интересная история, оставим больше информации, вопросов на финальный наш выпуск с вами, потому что, однозначно, мы придем... Я думаю, мы будем уже вместе с компаньоном. Да, мы будем все вместе открывать Аргентина Гриль на паре. Да, дай бог. Сто процентов. Спасибо за крутое интервью и успехов. Надеюсь, сдадите в срок и... Ну, я приехал, поэтому другого выхода нет. Вот, спасибо большое. Ну что, сегодня мы познакомились со вторым партнером Аргентины Гриль, очень позитивный, национальный, крутой, опытный предприниматель Павел Мороз. Что хочу сказать? Ребята столкнулись с несколькими сложностями, но при этом они не сдаются, и они продолжают стройку. Она немножко затянулась, но уже очень скоро, буквально в следующем выпуске, мы вам покажем финальную версию Аргентина Гриль, и вместе откроем этот ресторан на Пальм Джумейра с видом на Атлантис. Редактор субтитров А.Семкин